Камчатка Каждый день снимают видеоролики о своей жизни и выкладывают их на YouTube. Сегодня у меня день невыездной. Сегодня я весь день работаю дома за компьютером. Но показывать свою жизнь нужно. И в то время как мои коты и собака нежатся по кроватям и радуются жизни, я решил рассказать о нескольких малоизвестных книжках. Из моей небольшой, всего в несколько тысяч томов, библиотеки. Первая книжка вышла в 1990 году в Минске. Ее автор – белорусский русскоязычный, литератор Дима Стротцев. Прочитаю из нее одно короткое искритворение, состоящее всего из четырех строк. Он любит свой народ. Не свой народ не любит. Не хочет и не любит. И все. Вот и все. Это стихотворение достаточно актуально звучит сегодня, как ответ любителям многонационалочки, политкошерности и толерастии. Дима Стротцев. Книга 38. Издательство «Ковчег», Минск, 1990 год. Следующая маленькая книжица принадлежит перу бригадира коровского оленесовхоза Ивана Семеновича Коммо. Коряка Ивана Коммо. Называется она «Правильный выпас оленей. Залог успеха». Эта книжица вышла в Петропавловске-Камчатском в 1962 году. Она выпущена в свет книжной редакцией газеты «Камчатская правда». И стоила эта книжка, тогда, когда вышла, две копейки. То есть цена двух коробков спичек. Известный корекский оленевод делится своим опытом. Особо забавным мне показалось... Вот что. Четвертый. За последнее время для подкормки оленей мы заготавливаем сушеную рыбу. Для этого выделяем рабочего, который летом готовит юколу. А зимой занимается ремонтом сбру и нарт. В прошлом году заготовлено более 6000 штук. Было бы лучше, если бы эту юколу подсаливать. В этом году так и будем делать. Сегодня оленеводство на Камчатке, как мы знаем, находится в глубоком упадке. Поголодно. Сократилось многократно. И никто заниматься этим не собирается. Гораздо лучше, чтобы туземцы плясали на различного рода псевдоэтнических праздниках или спокойно спивались в корекском округе. Иван Семенович Комму. Правильный вы посолений – залог успеха. Петербавловск, Камчатский, 1962 год. Следующая книжка – это книжка стихов на высоких широтах. Под обложкой этой книги – стихи, как камчатских литераторов, так и гостей, прошедшие годом раньше недели камчатской поэзии. Здесь мы встречаем как знакомые имена Эмиля Куни, Виктора Шевякова, Евгения Сигарева, Алексея Власова, Владимира Каянта, Владимира Воробьева. Так и имена русскоязычных, давно позабытых сочинителей типа Юлиар Митшера и Марата Ратнера и людей, в литературе случайных, один или два раза опубликовавшихся в камчатской прессе и прекративших писать. Эта книжица стоила уже 55 копеек. Тираж ее 5000 экземпляров и я прочитаю одно стихотворение, принадлежавшее Перу. Эмиля Аркадьевича Куни, уникального, кстати, человека в камчатской литературе, выпускника ИФЛИ, знаменитого Института философии, литературы и истории в Москве, фронтовика учителя на побережье Охотского моря, потом в Петро-Павловске, автора нескольких книг. Край земли, где на скалах родятся циклоны, распускаются буйные розы ветров, каменеют березы на обрывистых склонах, словно жены в паре проводив рыбаков. Край России забытый, забытый дождями, заметенный и в мае снегами до крыши, и сердца сыновей риковал якорями, и в ненастье для них маяками горит. С пирамидами сопок в осколках болотец, с тундрой белой ровной, как чайный поднос, мне тебя преподнес, прадед землепроходец, завещая хранить и любить, преподнес. С погорстям я отстаивал тучную просень, и теперь в наших песнях поется о том, как ты ожил, в цветенье своем плодоносишь, по эпохе одетый в гранит и бетон. И среди земляков, у кого не спроси, а не согласны мы с картой ответим, кто режет. Те, кого одарила почетом, Россия, занимают по счету переднюю рубеж. Книга стихов на высоких широках. 1968 год. Петропавловск-Камчатский. Теперь передвинемся ближе к нашим временам. Год 1989. По Советскому Союзу вовсю идет перестройка. Уже все говорят о кровавости, бессмысленности большевистского режима. А Камчатка лихорадочно цепляется за ленинизм. Книга Ульяновой детские и школьные годы Ильича на корякском и русском языках. Цена 10 копеек. Камчатское отделение Дальневосточного книжного издательства. Редактор Евгений Грабина. Много всяких фигомо-четинок. К нам возвращаются произведения русских литераторов, русских публицистов, ненавидевших большевистский режим или изгнанных, или убитых коммунистами. А в это время, в 1989 году, на Камчатке, издают на русском и корякском языках воспоминания о Ленине. С такими вещами играть нельзя. Ну и напоследок фотоальбом. Фотоальбом называется «Камчатка» с негатива в 50-летней давности. Автор этого альбома Леонид Балашевич. Бывший военный врач. К сожалению, так и не удалось установить, где, когда, как и каким тиражом этот фотоальбом вышел в свет. Потому что это, скорее всего, малотиражный сам издат автор, который, тем не менее, не теряет своей важности и краеведческой ценности. Вот я прочитаю немного из вступительного слова автора. Кстати, мы можем увидеть портрет автора в те самые годы. А в какие годы, сейчас мы узнаем. В конце сентября 1961 года мы вошли в Авачинскую бухту и пришвартовались к пирсу бригады подводных лодок в поселке Лахтажном, в составе которого лодка и осталась. Лахтажный же на долгие три года стал моим домом. Первоначально это был небольшой рыбацкий поселок на противоположном от Петропавловска берегу Авачинской бухты, рядом с которым в советское время была построена база подводных лодок и небольшой поселок для офицеров, мичманов и их семейки. В этом поселке было всего три кирпичных двухэтажных дома, в которых жила семья командира бригады, некоторых командиров лодок и офицеров штаба. Холостые офицеры во время пребывания на берегу жили в барачного типа общежитии, а семь деревянных офицеров получали комнаты в таких же одноэтажных деревянных бараках с общей кухней и туалетом. Фотографирование на таком режимном объекте по понятным причинам не поощрялось. И в своем архиве я нашел только несколько негативов, проявленных в лахтажном. Рыбацкий поселок после Пурги полностью скрывался под снегом. Вместе с единственным магазином, в котором продавали и не разбавленный спирт, привезенный с большой земли в алюминиевых молочных бедонах. Продавщица черпала спирт алюминиевой четвертлитровой кружкой на длинной ручке. И это была стандартная доза, которую рыбаки выпивали залпом тут же прилавлен. Потом, в 63-м году, автор, после полученной на службе травмы, не мог уже служить на подводных лодках и был переведен в Петропавловск. Вот, что он вспоминает по Петропавловске первая половина 60-х годов. Петропавловск, хоть и был стратегически важным городом и по возрасту сравним с Петербургом, оставался захолустным, да еще и труднодоступным областным центром, состоявшим из двух основных параллельных улиц с неизменным зданием с колоннами для обкома партии, кинотеатром, драматическим театром и небольшим количеством капитальных жилых домов. За пределами центральной части по склону сопок тянулась вдоль берега залива единственная дорога, вдоль которой были разбросаны деревянные частные дома и бараки, в которых в основном и жили семьи офицеров, рыбаков и других местных жителей. Условия жизни в этих бараках были по современным меркам ужасны. Моя семья, жена и маленькая дочка ютились в единственной комнатке двухэтажного деревянного барака с минимальными удобствами. Зимой после частных снегопадов и пурви обычной на Камчатке первый этаж полностью скрывался над снегом. Поэтому наружная дверь открывалась внутрь, чтобы утром можно было выбраться наружу. Кстати, я вспомнил книгу Валентина Пикуля «Богатство», действие которой происходило на Камчатке. Так вот, в этой книге несколько раз герои книги, выходя из дома наружу, пинали ногой дверь, чтобы открыть. Это было невозможно. Автор писал о том, о чем не подозревал. На Камчатке двери всегда открывались вовы. Почему? Об этом нам рассказал Леонид Балашевин. Но это знали и до него. Вот такой вот альбом есть в моей библиотеке. Это был шестой день марафона камчатских видеобудлеров. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Даже если вы никогда не были на Камчатке, даже если вы не умеете ни читать, ни смотреть фотографии. сегодня мне важно вам рассказать. Пишите ваши комментарии. Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok